В Крыму в этом году запланировано ввести в эксплуатацию 358 инфраструктурных объектов, из них 106 по программе ФЦП, 247 – РАИП и план капремонта. На их реализацию выделено почти 45 миллиардов рублей. Сейчас ведется работа по заключению контрактов с подрядчиками. Нарекания уже возникли по проектам благоустройства территорий в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма. 58 объектов ЖКХ уже на начальном этапе ведутся с отставанием. Этому способствовали несколько причин, связанных с снесением корректировок в проектную документацию, а также превышение установленных лимитов в Симферополе, Керчи и Бахчисарае. Мы списки с вами в декабре формировали в правительстве Москвы, утверждали их, соответственно, прикидывали планы действий, подтверждали все объемы финансирования, соответственно, и получается, только в декабре подписали, и уже в начале февраля говорим, что нам не хватает денег. Вы понимаете, что это вопрос в управленческих практиках, получается, неэффективных, по-другому назвать эту ситуацию не могу. Выходить с этой ситуации будем, будем искать там варианты по-любому, но здесь просто, чтобы жители не страдали, получается, из-за того, что чиновники неправильно что-то посчитали. Глава Крыма в очередной раз заявляет о том, что никаких поблажек подрядчикам делать не будут. Все работы по благоустройству должны быть завершены до 1 июля. В этот же срок должны уложиться и дорожники. Им, по словам Аксенова, следует быть на низком старте и, не теряя времени, после подписания документации сразу приступать к работе. С правительством России ситуация уже оговорена. В ближайшее время Крыму из резервного фонда перечислят 10,5 миллиардов на дорожные работы. Все дорожные деньги, резервный фонд, 10,5 миллиардов, будут доведены Республике Крым. Поэтому подрядчики уже все стоят, так сказать, с лопатами на перевес должны, с техникой, выведенной на объекты. Но вот компания ВАД в Симферополе, я знаю, уже вышла. Ну, вчера вот мы разбирали там ряд уже по ряду объектов. Вот Козлова 41, еще по другим улицам там поступали обращения. для проведения консультации. Поэтому все стоят на низком старте с тем, чтобы бумагу подписали и через полчаса приступили к работам. Министр транспорта Республики уверяет, в прошлом году сроки на объектах были сорваны в основном из-за недобросовестных подрядчиков, некачественной документации и поздней контрактовки. В этом году, подчеркивает Евгений Исаков, приняты соответствующие меры для того, чтобы исключить подобные ситуации. В рамках одного контракта, проектную документацию и сами работы будет выполнять один подрядчик. По многим объектам контракты уже заключены. Единственное препятствие для начала дорожных работ на данный момент – погодные условия. Эльвина Зарипова, Служба новостей и ТВ.